И снова здравствуйте! С вами опять Алексей Рытов с разбором задач Олимпиады по инженерному 3D. И мы все еще находимся в секции простого моделирования по чертежам. Но тут, как видите, оно уже чуть-чуть менее простое. Мы перешли к телам вращения и нам предлагается моделировать вот такую вот пробку для самовара. Ну, что это такое? Это такая пустотелая пробка, у которой есть два отверстия под прямым углом. Она конусная, она вставляется куда-то там в соответствующее отверстие и ее можно поворачивать. При повороте открывается или закрывается путь жидкости. Вот так. Давайте посмотрим, как эта деталь моделируется в OneShape для начала. Точно так же это работает и в других САПрах. Опять эскиз. В эскизе вставлена вот эта вот картинка. И мы посмотрим, как, в каком порядке моделировать. Обратите внимание, что основой детали является тело вращения. Вот эта вот вся вещь, это тело вращения. Сюда не включаются вот эти отверстия. Сюда не включаются вот эти вот шлицы. Вот. Но все остальное мы можем нарисовать одним эскизом и потом просто закрутить. Но давайте посмотрим, как. Когда мы работаем с телами вращения, первое, что нужно построить, это ось вращения. Иногда мы ставим размер, иногда не ставим. Здесь имеет смысл ось вращения делать по высоте детали. То есть 84 миллиметра. Вот так вот. И к ней пририсуем полуконтур, собственно, этой пробки. Значит, я попытаюсь, примерно соблюдая масштаб, но не очень пока про это заморачиваясь, нарисовать вот эту самую пробку. Мы видим, что сверху есть сферическое углубление. Рисуем кусочек дуги. Вот так. Дальше у нас есть цилиндрическое углубление. И вот так вот. У нас получился замкнутый контур. Мы могли бы прямо сейчас его закрутить, но смысла в этом пока что нет. Нам нужно очень аккуратно расставить все размеры. Но давайте посмотрим. Сначала будем ставить те размеры, которые вот прямо в явном виде указаны на чертеже. Тут 56 миллиметров. Тут диаметр 30. Диаметры ставим от осевой до указанной линии. В эту сторону у нас получается радиус. В эту сторону у нас получается диаметр 30. Не путаем радиусы и диаметры. Здесь у нас А56 уже стоит. И видите, что происходит. Вот этот отрезок должен быть горизонтален. Он сразу почернел. Здесь у нас 18. Здесь у нас радиус 40. Вот так вот сделаем. И обратите внимание, что вот этот вот центр, скорее всего, ну, типа это не обозначено, но скорее всего, центр находится на продолжении осевой линии. Ставим его сюда. Нам еще известен больший из диаметров этой пробки. Это будет 66. Вот так здесь опять надо подкрутить. Вот. И известен диаметр вот этого выреза. Это будет 26 миллиметров. Опять-таки в эту сторону 26. Вот так. У нас все еще до сих пор не определен вот этот вот отрезок дуги. Вот. И я предполагаю, что нужно определить положение вот этой точки. На виде сверху у нас поставлен вот такой диаметр. 48. Ну, и мы видим, что верхняя грань, она отползает от указанной высоты. И мы ее просто сюда тоже прицепляем. Сейчас определено все, кроме вот этой линии. Потому что вот здесь у нас пока непонятка. И мы не найдем на чертеже диаметра нижнего. Это специально так сделано. Тут есть некое хитрое обозначение. Обозначение вот такое. Это называется конусность. Если мы хотим посмотреть, что такое конусность, вот можно найти статью в Википедии. Значит, конусность – это отношение разности диаметров к высоте. Давайте посмотрим, что мы можем с этим сделать. Высота у нас 84. Ну, смотрите, 84 делится на 7. Получается 12. Да? Значит, разность диаметров вот этого и вот этого – 12 миллиметров. Ставим этот диаметр. 66 минус 12,54. Вот так вот получается. Все. У нас полностью сформирован контур вот этого тела вращения. Мы его можем закрутить вот так. Ну, посмотрите. Получилась вот такая штука. Вот. Берем, делаем отверстие. Так, сейчас, почему так получилось. Угу. Сделали список. Рисуем окружность диаметром. Какой там у нее диаметр? 20. Находящуюся на высоте 37. 37. Все, определился, почему так получается. Потому что вот это вот не должно было встать на середину. Вот так. Мы выяснили, что окружен, центр окружности не привязан к вертикальной оси. Поэтому давайте вертикальностью привяжем сюда. Вот такая вещь получилась. И мы это выдавливаем сюда с вычитанием. Вот так. Вот у нас получилось одно такое отверстие. Ну и давайте теперь круговым массивом попробуем сделать второе такое отверстие. Это будет фича паттерн. Вот эта фича. Вот она. Вот эта ось. Вот она. Нам нужно на угол 90 градусов в количестве две штуки. Давайте посмотрим. Все получилось. Вот так. И последний элемент. Это вот эти вот прорези. 10 на 57. Ну погнали. Заходим сверху. И рисуем прямоугольник от центра обязательно. Вот какой-то такой. С размерами 10 на 57. Вот так. Но теперь внимание вопрос. А какой он будет глубины? Здесь этого нету. Не обозначено. Но. Мы можем сделать выдавливание. Не обязательно до... Я неудачно сделал. Смотрите. Входим в эскиз. Из эскиза делаем выдавливание. Тогда автоматически выбирается все контуры эскиза. Все замкнутые контуры эскиза. И здесь мы делаем выдавливание с вычитанием. Но не на глубину, которую мы не знаем. А до указанного вертекса или точки. Это будет не вертекс. До фейса. Ну вот. Видимо так не удастся сделать. Давайте я сейчас попробую поставить какую-нибудь точку. Туда, где нужно остановить выдавливание. Делаем эскиз. И в этом эскизе ставлю точку. Ну, например, вот эту. Вот так. Теперь делаем выдавливание. До вертекса. Вертекс это точка. Вот до этой точки. Смотрите. Теперь получилось. То есть у нас выдавился вот этот элемент ровно до сюда. Вот. Ну и теперь, чтобы сделать второй такой же, мы просто пользуемся операцией круговой массив. Опять-таки, массив будет не партс, а фичи-паттерн. Указываем вот этот вот экструд. Указываем вот эту вот ось. Ну, говорим, что нам их надо два. Он бы и так сделал. На 90. Вот так. Вот. Вот так. Все получилось. Посмотрите. Вот такая должна быть пробка. Ну, и сейчас уже традиционным образом берем вот эти весы, берем объем и проверяем, годится это или не годится. Отсюда надо убрать все лишние символы, как обычно. Тинц. Есть. Получилось. Ну вот. Давайте еще раз посмотрим, что мы тут изучили, посмотрели. Значит, мы посмотрели, что такое конусность. Как определить по конусности одно из оснований вот этой трапеции. Вот. Мы посмотрели, как делать массивы круговые. И как, в общем-то, работать с телом вращения. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Продолжение следует...